В 2002 году впервые Нобелевскую премию по экономике получает психолог Даниэль Каннеман за серию экспериментов, которые подорвали аксиоматику экономической науки и вызвали массу споров вокруг их применимости в экономическом анализе. Собственно, будучи психологом, Каннеман никогда не верил в рациональность действий людей, и одна из его задач — это экспериментальным образом изучить, насколько действительно рационально поведение человека в той или иной ситуации. Каннеману пришлось на период Холокоста рассказывать, что, будучи один раз маленьким ребенком, играя со своим другом на улице, он заигрался так, что пропустил комендантский час. Его, чтобы вернуться обратно на территорию гетто, вывернул наизнанку свой пиджак с желтой звездой и тайнами-тайнами тропками и переулками, начал подбираться к родному дому, увидел двух эсэсовцев, один из которых подозвал его к себе, заплакал, достал денег из кошелька, показал фотографию маленького мальчика, сказал что-то на немецком, чего Каннеман не понял, дал денег и отпустил. С тех пор, говорит Каннеман, я никогда не верил, что люди — это рациональные существа, и Нобелевскую премию получил за то, что сумел объяснить это экономист. Такого рода вторжение аксиоматики одной дисциплины в предметное поле другой дисциплины мы называем эпистемическими интервенциями. Всего за десять лет до Каннемана в 1992 году Нобелевскую премию по экономике получает Гэри Беккер прямо за противоположную. Он не подрывает аксиоматику своей родной экономики, он показывает, что экономический принцип анализа, основанный как раз на представлениях о некоторой имманентной рациональности человеческой природы, может применяться к самым разным областям человеческой жизни, начиная от актов о дискриминации и заканчивая выбором партнера. Показывает, что экономические законы отлично описывают, почему именно эти люди в конечном итоге решают пожениться. Примеров такой экспансии экономистов на протяжении XX столетия мы знали очень много. Например, экспансия экономистов в историю, когда замечательное исследование Уильяма Брустейна, когда куча экономистов заходит в архив нацистской партии, от 1925 по 1933 год анализирует все личные дела всех членов НСДАП и показывает убедительно на большом массиве материалов, что это предельно рациональное действие. Что в принципе ничего иррационального в приходе к нацистам к власти нет. Это абсолютно следствие подсчета сдержек и противовесов каждым отдельным рациональным индивидам. Дело не в том, были ли рациональны или нет те, кто вступал в нацистскую партию в 1925 году. Дело в том, что спустя 80 лет историк уступает место экономисту, который начинает исторический феномен анализировать как предельно не исторический, как результат некоторой антропологической универсалии, имманентной природы человека, в которую входят рациональность, она же рассудочность и жадность. Но вот пройдет еще десять лет, и экономисту вступит место на своей собственной кафедре психологу, который будет показывать, что ровным счетом наоборот рациональность не является имманентным свойством человеческой природы. Что, собственно, здесь интересно с точки зрения философии и науки, это как происходит, какова структура эпистемических интервенций, какова структура вот этого забавного процесса, когда объяснительные модели смежных дисциплин начинают нам казаться гораздо более убедительными, чем наши собственные объяснительные модели. В какой момент, например, социологам удается убедить весь мир в том, что то, что вы раньше считали, например, психологией — это социальный конструкт? Или то, что вам раньше казалось знанием о мире — это тоже социальный конструкт? И за ним, скорее всего, стоит какой-то классовый интерес, политический интерес или еще какой-то другой интерес, который приводит к тому, что это именно таким образом конструируется. Есть два типа интервенций — симметричные и асимметричные. Вот симметричные — это когда, например, экономическая модель используется в истории, когда социологическая модель начинает использоваться в экономике — неоинстационализм, когда лингвистические построения начинают использоваться в социологии и так далее. Асимметричная интервенция — это когда разные специальные дисциплины начинают заявлять претензии на захват какой-то из областей философии. Самым лакомым пуском обычно является эпистемология, наука опознания, которая в 20-м столетии регулярно подвергается набегам сначала психологов, впрочем, это еще 19-е столетие, а затем социологов, которые доказывают, что именно у них в рамках их дисциплин, в рамках их моделей объяснения есть настоящие ресурсы, действенные инструменты, которые позволят объяснить, почему люди познают мир так, а не иначе. В 19-м столетии несколько философов, еще до того, как появляется серьезная экспериментальная психология, начитавшись Канта, причем раннего Канта и очень по-своему его проинтерпретировав, заявляют, что без психологии эпистемология невозможна. Только психологические модели позволят понять, как устроено познание мира. И спустя 50 лет философов начинают выгонять из университетов, заменяя их психологами. А вот в этот период, период такого сильного психологизма, считается, например, нормальным на исторической конференции начать доклад со слов «Ну, невозможно понять историю, не поняв внутренний мир историка, как устроена психологическая, как устроена душевная жизнь историка, и через это будет объяснено, какой тип истории он пишет». В 20-м столетии психологизму приходит конец, есть много объяснений, почему это происходит, но психологистский способ, психологистская эпистемология вытесняется социологистской. Теперь мы знаем, что душевную жизнь нам знать не обязательно, а вот к какому классу принадлежит данный историк, чьи политические интересы обслуживает, в каких отношениях находится с коллегами, все то, что Бурдье потом называет полем истории, полем науки, это становится очень важно. Вот сегодня мы переживаем экспансию социологии в область философии. И что важно здесь добавить, что это не специфика гуманитарного знания, потому что эпистемические интервенции, они кросс-дисциплинарны. Например, в 19-м столетии в социологии прижила мощный наплыв физиков, биологов и географов, и всем дала жесткий отпор по мере того, как формировался, собственно, социологический способ объяснения мира. Но, наверное, самые сильные примеры, это, конечно, когда естественные науки начинают совершать интервенции друг в друга, ну, бурное развитие топологии, скажем, как особой области математики, привело к тому, что известный тополог Рене Том пишет работу под названием «Структурная устойчивость и морфогенез», где доказывает, что, в принципе, биологические явления правильно описывать именно топологическим образом, как некоторые пространственные объекты в онмерном пространстве. И предисловие к его книге пишет классик биологии Конрад Хеллбодингтон, который заявляет, что я еще в 1940 году, книжка, написанная в 1968, говорил, что без тополога биологии никуда. При этом он занимался эмбрионологией, что интересно, да, вот эта вот топологическая интуиция, что некоторые свойства эмбриона зависят от того, что он представляет собой некоторую форму в пространстве трехмерном, а не от его биологических свойств. Позднее эту интуицию возьмут урбанисты и докажут, что некоторые свойства городских поселений определяются его просто формой, да, не какими-то глубинными экономическими или социальными причинами. Тот же Рене Том спустя 15 лет, даже меньше, 10 лет, напишет книгу под названием «Лингвистика и топология», где докажет, что лингвисты без топологии в принципе не могут объяснить, что такое инвариант. Но, впрочем, лингвисты ему не поверили, и как раз вот модель экспансии топологии в лингвистику была очень быстро остановлена. Сейчас, например, есть экспансия топологии в социологии, появляется социальная топология, и уже взаимодействие людей начинает описываться с точки зрения некоторого, так называемого, синтаксического пространства, отношений. Последнее десятилетие XX века и вот вплоть до сегодняшнего момента — это период очень интенсивных эпистемических экспансий дисциплин друг с другом. Происходит непрерывный обмен базовыми метафорами, образами, теоретическими концептуализациями и объяснительными моделями между дисциплинами, которые, на первый взгляд, вообще не имеют общих границ. И что здесь интересно, это как раз реакции разных дисциплин и эпистемические интервенции. Есть дисциплины, которые, наоборот, всячески призывают на свою территорию вражеские армии, как история, которая, по-моему, является наиболее благодарной почвой для пробирования самых разных исследовательских моделей. Социология по-прежнему сохраняет очень жесткие границы. В силу того, что в социологии есть требование объяснять социальное социальным, сформировавшись еще в конце 19-го, начале 20-го века. Социология практически не переживает серьезных экспансий за последнее время. Экономика реагирует на экспансию еще интереснее. Это процесс ассимиляции, когда сначала некоторая эпистемическая интервенция приветствуется, новая объяснительная модель приживается в экономике, а уже через некоторое время экономизируется, ассимилируется и уже как бы становится экономической. Сегодня мало кто назовет Канумана психологом. Все скажут, что он изобрел гениальную поведенческую экономику. Это уже как бы не экономическая психология. Вот примеры того, какие могут быть реакции на эпистемические интервенции, это самое интересное с точки зрения современной эпистемологии.